ну что мы продолжаем делать мультик дальше это будет продолжение того предыдущего видео они чем-то связаны там тоже будет про горшочек поэтому начинаем что такое анимации мы уже поняли это вот такая быстрая смена тех наших нарисованных картинок но flash придумал для нас вещь которая значительно упрощает нам всю эту работу это объекты то есть мы снова рисуем наш горшочек вот наш горшочек сразу его делаем красивым то есть закрашиваем черным контуры заливаем его коричневым цветом и тут очень важный момент мы выделяем его и превращаем объект мы нажимаем f8 и у нас здесь появляется такое окошечко нашему объекту можно придумывать имя то есть мы назовем его горшочек горшочек выбрать тип объекта у нас есть movie clip button и графика бата нам вообще не пригодится movie clip будет нужен только в определенных случаях так что мы пока берем только графику и здесь папка в которой будет складываться этот объект горшочек так остальные настройки нам не нужны и нажимаем ok у нас появился объект горшочек его уже нельзя редактировать то есть любое выделение просто дает такую габаритную рамку мы можем его также перемещать его вообще ведется в принципе как обычный вот объект все все созданные объекты попадают библиотеку тут есть такая специальная кнопка называется лабора и вот у нас здесь один есть объект называется горшочек здесь у него такая такой логотип и логотип графики из библиотеки мы можем эти файлы доставать сколько угодно можем также переименовывать называть как-то по-другому ну то есть все что нам нужно для работы с объектом этот самый объект конечно можно изменить то есть зайти в него двойным кликом и здесь он выглядит точно так же как и выглядел только что только что нарисованный за исключением что вот здесь вот в строке навигационной помимо сцены появился еще и вот этот объект горшочек то есть мы как будто бы зашли в него чтобы вернуться на нашу сцену мы нажмем на сцену чтобы зайти в горшочек нажмем двойной клик здесь мы можем его подредактировать что-то изменить что-то добавить но очень важный ключевой момент если мы достанем ровно такой же горшочек с таким же именем из библиотеки и в одном из горшочков мы что-нибудь изменим например цвет то есть мы сделаем его потемнее здесь между прочим есть такая палитра помимо вот этой вот мы можем взять и немножко изменить тон и также зальем чуть темнее и тут даже сразу видно что этот низ стал тоже немножко потемнее любые изменения которые мы сделаем в этом горшочке перенесутся и на все другие объекты потому что этот один единственный объект мы его не изменяли все объекты с этим именем будут меняться но мы хотим чтобы этот горшочек был уникальным то есть мы берем нажимаем правый клик и нажимаем duplicate символ то есть мы дублируем его нам сразу предлагают задать ему новое имя автоматически ему присылается имя горшочек новой копии то есть это копия того горшочка можно оставить так можно добавить 2 теперь у нас библиотеке появилось два горшочка горшочек новый и горшочек новый 2 вот горшочек новый 2 отличается от всех остальных теперь если мы здесь что-то изменяем это абсолютно никак не касается вот этих двух горшочков мы также можем его достать из библиотеки также им пользоваться это уже два разных объекта да они а прицепы зашли от 1 да они очень похожи но это уже два разных объекта и мы можем этим как бы пользоваться теперь об автоматической анимации допустим наш горшочек стоит здесь и какой-то волей судьбы он должен переместиться вот в эту часть то есть что мы можем сделать мы можем так же как мы делали раньше кадр за кадром через один и переместить его чуть правее потом в пятом кадре также чуть вправе седьмом потом то же самое в девятом то есть я нажимаю пропускаю один кадр нажимая f6 и просто передвигая что мы получим да мы получим передвижение нашего объекта что очень важно если мы в нашей такой анимации хотели что-то где-то залить то нам бы пришлось заливать каждый кадр или что-то изменить теперь же мы можем в первом кадре что-то здесь зашли зайти в этот объект что-то здесь поменять сделать допустим здесь какой-нибудь блик вернуться на сцену у нас этот блик естественно останется везде объект во всех кадрах на всех слоях сохраняет вот этот свое свойство и все изменения в нем так вот мы сделали такую простую анимацию то есть его перемещение да все это выглядит даже более-менее плавно но это очень предоемко и занимает очень много времени поэтому при таких простых передвижениях придумана автоматическая анимация мы эти кадры удалим мы выделяем все кроме первого нажимаем правый клик и нажимаем remove frames мы удалили все кадры абсолютно то есть у нас один единственный кадр первый теперь мы нажмем выберем 25 кадр нажмем f6 мы задали первый и последний кадр нас анимация будет длиться ровно секунду и мы в этом последнем кадре просто стрелочками переместим его сразу в нужный край нужное положение естественно все до 21 по 24 кадр он стоит на месте двадцать пятом вдруг перемещается и здесь есть такая фишка как create classic twin то есть создать классическую анимацию характерная появилась цвет синий такой и стрелочка и наш горшочек уже автоматически перемещается за новое место в другое или такая как бы фишка можем нажать play все это посмотреть можем нажать control enter и все это посмотреть также мы можем его вернуть в исходное положение мы нажмем alt и перетащить перетащим наш ключевой первый кадр на десятый ровно точно так же нажмем правый клик нажмем create classic twin то есть у нас получилось двадцать пятом кадре он находится вот здесь справа а в 50 уже она и своем исходном положении слева так как у нас здесь есть classic twin то он просто возвращается и если мы проиграем нашу анимацию мы увидим что горшочек мотается туда и сюда ровно точно так же если мы хотим во всех кадрах переместить его допустим чуть выше если мы в одном кадре переместим выше естественно он будет приходить в то положение которое мы его поставили если мы хотим переместить все кадры снова нажимаем edit multiply frames control а и перемещаем куда нам нужно допустим там чуть повыше мы выбрали он будет также все это же самое делать только чуть повыше и теперь такой один из самых важных самых сложных возможных но самых интересных моментов это анимация объекта в объект если вдруг мы внутри нашего горшочка зададим новый слой создадим там два колеса вот колесо и вот колесо возьмем и закрасим я не знаю выберем темный цвет здесь выберем давайте желтый превратим их в графику 8 это тоже 8 вырежем из этого слоя control x и ставим в новый control в нас получается внутри него горшочек здесь на еще как бы графика поэтому мы его еще раз превратим в символ он автоматически даст ему символ 3 но как ничего страшного теперь я создал внутри внутри символа горшочек еще 10 кадров нажму f5 и для наших двух колес создам здесь еще два ключевых кадра создам здесь автоматическую анимацию естественно я не менял положение поэтому мне ничего не меняется начальных кадрах я возьму и добавлю свойства когда мы выбрали кадры у нас здесь в панели properties появились дополнительные элементы один из них называется rotate то есть вращать он предлагает не вращать автоматически и вращать по часовой либо против часовой стрелки выберем по часовой проверим и у нас наши колесики вращаются автоматически наш горшок этого анимации уже внутри горшочка то есть внешне горшочек стоит здесь если мы проиграем анимацию будет двигаться анимация вращающихся колес проигрывается внутри и видно что они немножко вращаются это есть анимация объекта в объекте это немножко сложно это нужно попробовать самостоятельно то есть здесь у нас всего лишь один слой на котором находится этот сложный уже элемент горшочек сложный объект в нем внутри уже три слоя три объекта и два из них еще как бы анимируется для прямо закрепление результата можем выбрать наш вот этот внутренний горшочек создать здесь классическую анимацию и немножко изменить положение у нас еще он будет немножко подпрыгивать во время анимации давайте посмотрим что получилось вот он уже прыгает да здесь конечно очень быстро все происходит поэтому не видно даже вращение мы можем добавить здесь кадров просто выделить какую-то область вот мы хотим добавить 25 кадров и нажать f5 у нас ровно добавится 25 кадров здесь тоже выберем 25 кадров и нажмем f5 и мы уже видим что анимация длится не одну секунду а практически 2 на 50 кадре это будет ровно 2 давайте проиграем проверим вот он уже значительно медленнее двигается и мы можем видеть вращение колес и до пошатывания нашего горшочка я думаю если вы поймете именно вот эту штуку анимация объекта в объекте то есть все у вас дальше пойдет как бы намного проще ну давайте убьем эту анимацию берем все риму frames видно что этот кадр и еще немножко синий здесь можно remove twin вообще уберется анимация наш кадр снова серый это практически тот же исходный файл и такая еще важная вещь называется заменение символа то есть помните что у нас библиотеке у нас библиотеке горшочек и горшочек новый горшочек новый это уже такая сложная анимация у него даже есть здесь проигрывание горшочек новый он просто как бы горшочек ничего себе они не представляют и мы можем старые заменить на новый то есть мы нажмем swap символ и выберем горшочек новый 2 у нас этот символ заменится получается в нем уже нет никакой анимации внутри он выглядит абсолютно по другому в нем нет колес но вот так вот мы можем заменить объект также мы можем его заменять во время анимации то есть если у нас объект двигался вправо чуть-чуть если мы здесь его заменим то он будет двигаться как старый горшочек и превратиться в новый уже только в пятнадцатом кадре 15 кадре мы тоже можем его изменить и тогда мы вообще ничего не заметим это же самое можно сделать с помощью мультиплай фреймс то есть мы снова выделили все кадры мы видим горшочек в первом и последнем положении выделяем все у нас ждут ключевых кадров выделяем все нажимаем правый клик swap символ то есть заменить символ изменяем на горшочек с колесиками вот они нас изменились и анимация вернулась на исходное состояние также чтобы закрепить результат мы возьмем и нарисуем ему какой-нибудь фон мы выбрали какой цвет там земли травы вот так вот его нарисуем на и он у нас уже будет есть по какой-то поверхности также мы можем добавить какое-то небо надеюсь с этим все понятно но вот как мог я вам что-то рассказал если я что-то забыл то в процессе работы естественно я все об этом расскажу еще раз к этому вернусь вот и все базовые моменты которые я хотел рассказать по поводу flash то есть все это я очень рекомендую попробовать поэкспериментировать также порисовать попробовать создать простую анимацию потому что дальше я уже к этому тоже не буду возвращаться так что следующем следующем выпуске я уже буду непосредственно создавать мультик теоретическая часть на этом закончится как всегда чтобы не пропустить новые выпуски вы можете подписаться на канал задать вопросы что-то обсудить в комментариях и все я прощаюсь до следующего выпуска не работает